Выражение постапокалиптический пейзаж и раньше было синонимом топонима Диволановский спуск, а сейчас и подавно. Почти месяц назад дом по адресу Диволановский спуск 10 рухнул, дом был аварийный. Если раньше визитной карточкой Диволановского спуска были аварийные разрушающиеся здания, то теперь это здания разрушены. Мы помним, как департамент городского хозяйства анонсировал, как можно быстрее наладить связь с владельцами этого дома, или остатков этого дома, я не знаю уже как правильно. Некие греческие граждане должны были выйти на связь, помочь убрать все эти развалины. Почти месяц прошел, ввоз, точнее развалины и ныне там Диволановский спуск, не только вот эти вот несколько разрушенных, практически полностью зданий превращаются в такую большую, огромных, внушительных размеров свалку. Также это место продолжает выполнять функцию огромного бесплатного общественного туалета. Одесса преображается не совсем так, как нам об этом продолжают рассказывать рекламные билдборды. Место по-прежнему притягивает представителей субкультуры, которую мы именуем на социальные элементы. О том, что связь с собственником несчастного здания не очень эффективная, может говорить и внешнее состояние части лестницы, которая ведет к мосту КЦ. Вы помните, что обвал, который произошел, повредил перила, часть пролета, фонарь. Все это должно было, разумеется, восстанавливаться не за деньги городского бюджета, различных там управлений. Нужно было связаться с собственником и тот уже должен был перевести средства. И очень приятные, симпатичные элементы конструкции должны были быть восстановлены. Прошел уже внушительный период времени, все остается в таком же запущенном состоянии. Представители депутатского корпуса ранее нам говорили, точнее жаловались, что нет законных механизмов отобрать здание у собственника, который ничего хорошего для него не сделал. Поэтому еще долгое время мы будем наблюдать столь неприглядную картину. Как скоро хотя бы лестница примет нормальный вид и фонарь вернется на свое место, это большой вопрос. Виталий Хемий, Герасим Олесенков, телеканал Репортер.